Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Кировская область была вообще одной из первых, где весной сняли ограничения на работу, отмечается в релизе, а осенью не стали закрывать общепит полностью, как поступили в ряде регионов. Ей чиновники напоминают слова главы российского Минпромторга Дениса Мантурова о необходимости соблюдать рекомендации Роспотребнадзора, чтобы иметь возможность работать. А именно из-за позиции этого ведомства кировские власти ввели ограничения для общепита на работу по ночам до 15 декабря. Программа Экономика. Несмотря на урезание бюджета, в Кировской области поднимут зарплаты бюджетникам, им рот в Минфине рассказали об основных параметрах бюджета на 2021 год. На 2,5 миллиарда рублей сократится объем доходов по сравнению с 2020 годом, но власти намерены исполнить все социальные обязательства, в том числе повысить зарплаты указным категориям работников бюджетной сферы и увеличить размер мрот до почти 12 800 рублей. А потери из-за коронавируса частично будут компенсированы возможностью меньше платить по бюджетным кредитам. Изначально предполагалось, что в 2021 году регион вернет более 3 миллиардов рублей, но сумма уменьшена до 780 миллионов. Остальное можно потратить и на компенсацию снижения доходов, бюджетные инвестиции и на НАЦ-проекты. Экономика на 101%. 62% бюджета Кирова пойдет на образование. В целом в следующем году городу придется жить на 12,5 миллиардов рублей. Половина этих денег поступит в казну из областного федерального бюджетов. Это прописано в проекте бюджета, который на этой неделе представили на публичные слушания. Большая часть расходов, 70%, пойдет на социальную сферу, причем преимущественно на образование, 62,5%. Это и зарплата, и содержание школы детских садов, и питание школьников, и компенсация платы за детский сад. Кроме того, в следующем году в бюджете будут деньги на строительство школы в Радужном и на реконструкцию помещения под детский сад на Гайдара 4А. Экономика. В завершении о валютах. Доллар сегодня стоит 76 рублей 21 копейку, евро 90 рублей 5 копеек. Ольга Балезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101FM.